Буквально на основе этого слова. Действительно, всех пугает, да, работа за рубежом. И я даже скажу, что в случае с нашим проектом, это даже было экономически дешевле, чем снимать картину здесь. Это поразительно, да, но это, так сказать, факт. Мы напуганы тем, что в Европе, во Франции сильные профсоюзы, и они не разрешают делать каких-то переработок, и там могут выродить свет, как у нас. Никогда. Ни разу не встал даже речь с нацистской группой, что мы там перерабатываем, да? У меня было полное ощущение, что я работаю в каком-то раю, потому что даже когда были переработки, у нас были сцены, когда, скажем, собака, да, ну, не хотел выполнить то, что и надо было, там есть три эпизода, и терпеливо группа ждала. Уже 11 часов кончилось, в 12 час ночи все терпеливо ждали, пока собака не сделает то, что от нее, значит, необходимо было. Никто не кричал, что вот, наоборот, семьям. Наоборот, я слышал, что мы снимали в Марселе, это Экспрованс, я слышал, мне говорит, какое счастье, что мы работаем в кино, киносериалах, которых в Марселе, видимо, снимается достаточно много. Мы получили огромный опыт, большого удовольствия, и к оператору Олегу Кличову приходили на практику... Французские студенты. Французские студенты. Понимаете? На площадку. Мы сами себя недооцениваем. Привыкли, что, значит, русские вожгли в кино, кстати. Я сейчас с картины покатался по многим фестивалям в самые разные страны. Буквально сегодня в ЮАР показали. Сегодня в ЮАР. В ЮАР и в Петербург. Да, в ЮАР. Я сталкивался с тем, что последний был фестиваль в Голландии, когда член Женя подходит и говорит, слушай, мы вообще не ожидали, что русские делают такие картины. Мы привыкли, что постоянная пьяница, алкоголики, самопищевание бесконечное. Нет, нет, мы такие же люди, как и они, и они такие же люди, как и мы. Все хотят работать вместе, дружить, и это, может быть, достаточно далеко от того, что происходит в Парижске. Я сказал, да, что у нас в картине, я сейчас, как мы для вашего телевидения давали интервью, очень много людей из Санкт-Петербурга. Так получилось. Показ в Питере первый, а причастных много. После большого перерыва я свой документальный фильм, полуметражный, снимал в Санкт-Петербурге в 2003-2005 году. А солисте Мариинского театра в Славе Смодорова. Он тогда получил гран-при у Плесецкой, и он потом впоследствии стал солистом Ковард-Гардена, а завтра у него премьера уже как хореограф в Большом театре. Это ваш питерский, он родился здесь, знаменитый танцовщик. Наш оператор Олег Лукичев очень известная фигура. Он начинал свою карьеру с фильмами Алексея Германа-Младшего, самая известная фигура Берг Пастун, который также снимался здесь. Режиссер монтажа Сергей Иванов, родился в Санкт-Петербурге. Делал очень много картин, как режиссер монтажа, с Эркором. И даже наш актер, Артем Алексеев, только что закончил съемки у вас здесь, в главной роли. Он играл машинистов, по-моему, картина «Дорога жизни» называется. А «Коридор бессмертия», да. Это о том, как машинисты во время блокады работали режиссер Попов, Федор. То есть связи гораздо теснее, чем мы сами думаем. И еще хотел сказать, особенно про актеров. Про Артема Алексеева я считаю, что это наш молодой, еще не очень известный, выдающийся русский актер. Когда я предложил много лет назад его в качестве дебютанта на главную роль, то те продюсеры, которые были, отказались. Они сказали, нет, нам нужно медленное лицо, и все. Нет. И на два года проект задержался. Спасибо Насте, спасибо тем, кто в результате поддержал проект. Вы увидите дебют в большом кино этого. Ну, собственно, и дебют в большом кино «Отель», потому что это было до Кишиша практически у нас, да? Так правильно. То же самое, «Отель Экзоркополос». Я с ней познакомился в 2012 году в конце Парижа, ей было 19 лет. И в интернете было, по-моему, три упоминания вообще о ней. Я думал, какая фамилия «Экзоркополос», я не мог ее запомнить даже. А теперь все запомнили. Теперь я ее знаю все, потому что, когда мы снимали картину, фильм, в котором она снялась, да у нас, у Кишиша «Жизнь Антель» получила в канаду «Золотой ветвь», и она была тоже достойна «Золотой ветвь». Так мы уже на досъемке, когда она приезжала на один день в июне, мы картину закончили в конце апреля снимать, она уже приехала в стоп-серии. Ветные звезды? В всемирные звезды. И я рад, что у ребят очень хорошо идет карьера, у нее и в Америке очень хорошее предложение. А про Артема, буквально новость недельной давности, Галина Волча пригласила его в труппу театра «Современник». Что для ученого актера это огромное событие. Хорошо, спасибо большое, что приедете, спасибо, что представляете свою картину в рамках фестиваля-фестиваля. Спасибо. Я скажу, что там будут французские реплики идти под русские субтитры. То есть там, где французского говорят, на русском и поймете. Приятного просмотра. Спасибо.